Если у вас есть хроническое воспаление или боль, это видео вам очень пригодится. Воспаление — это огромная проблема. К сожалению, люди решают эту проблему, просто маскируя её с помощью препаратов. Но проблема при этом просто продолжает существовать. Сегодня я расскажу о первопричинах этой проблемы. Когда диагноз ставят неправильно, это может ухудшить состояние человека. Поэтому жизненно важно найти настоящую первопричину проблемы. К сожалению, мы нечасто видим это в медицине. И когда я буду перечислять возможные причины, посмотрите, какая из них выглядит как ваш случай. Я знаю, что когда человеку называют настоящую проблему, очень часто он просто интуитивно... Она просто кажется ему логичной. Да, точно, наконец-то кто-то нашёл настоящую причину. Это я и попробую сделать сегодня, а ещё покажу вам решение. Итак, в этом видео мы попытаемся выявить настоящую проблему. По поводу решения я скажу, на чём нужно сосредоточиться. Но я ещё дополнительно расскажу о том, как решить эту проблему. И у меня об этом много видео. Но первым делом надо попытаться понять, что лежит в основе воспаления. Самый продаваемый препарат в мире — это противовоспалительная хумира. Так что, очевидно, у многих людей есть воспаление. Кстати, есть кое-что очень важное, о чём вам стоит знать. Рак распространяется в области старых травм и воспалений. Так что, используя данные, о которых я расскажу, чтобы найти причину, вы потенциально можете уменьшить распространение рака в такую область и, дай бог, вообще избавиться от рака. Ведь есть очень тесная связь между воспалением и раком, воспалением и болезнями сердца, воспалением и инсулинорезистентностью. Так что это проблема. Но у воспаления может быть много разных источников. Поэтому, когда вы начинаете принимать какое-то натуральное средство, скажем, куркуму от воспаления, и оно не работает, то, возможно, на вашу причину воспаления куркума не действует. Итак, рассмотрим разные причины воспаления. Первое — повышенный уровень железа. Это бывает не очень часто и чаще бывает у мужчин. Если железа слишком много из-за какого-то нарушения, а у многих мужчин эта проблема развивается после 50 лет, в теле может начать накапливаться много железа, поскольку телу трудно его выводить. И это может вызвать цирроз печени. И как только вы начинаете есть что-то вроде красного мяса или принимать БАДы с железом, вы чувствуете себя очень плохо. Это хороший признак того, что у вас слишком много железа. Избыток железа может вызвать сильное воспаление, ведь тело просто не может избавиться от железа. Вот ещё один признак избытка железа. Вы сдаёте кровь, и вам становится лучше. Ого! А у женщин улучшается самочувствие при менструации. Это может быть признаком этой проблемы. Одно из средств от этого — фитиновая кислота. Она блокирует минералы. Это вещество образует хелатные соединения. И я всегда советую избегать её, ведь она есть в злаках, и она связывает цинк. Но как средство от высокого уровня железа, она эффективна. Больше данных по ссылке внизу, если вы думаете, что это ваш случай. Номер два. Это важный пункт и главная причина, по которой многие принимают хумиру. У вас аутоиммунное заболевание. У меня много видео на эту тему. Решением здесь является приём больших доз витамина D3. 40 тысячам Е. Постоянно. В течение какого-то времени. И вам станет легче благодаря этому. Ведь если просто остановить воспаление от аутоиммунной болезни, особенно если это ревматоидный артрит, тело тут же начинает устранять все эти повреждения и исцеляться. Ещё одно средство от этого — тутка в сочетании с витамином D. Тутка — это разновидность желчной соли, которая активирует рецепторы к витамину D без приёма самого витамина D. Так что это очень интересное средство. Но тутка вместе с витамином D может очень облегчить аутоиммунную болезнь. Есть больше данных об этом. Ссылки на мои видео по этой теме внизу. Номер три. Клетчатка. Как вы знаете, корневор-диета становится очень популярной, потому что люди просто не справляются с клетчаткой. И я говорю даже не о зерновой клетчатке, кто бы сомневался. Если вы едите злате с глютеном, то даже если у вас нет чувствительности к клетчатке, все эти омега-6 жирные кислоты просто разрывают кишечник и будут всевозможные воспаления. Я говорю об овощах. Даже о фасоли и так далее. Если кишечник уже повреждён, то любая клетчатка усилит этот воспалительный процесс, и человек будет буквально чувствовать себя искалеченным. У него будет много проблем с кожей, различные воспаления. Если вы стали есть больше клетчатки, и вам стало хуже, посидите на корневор-диете. Стало ли лучше? Но всё это связано с нарушением баланса микрофлоры в кишечнике, ведь она ест клетчатку. Если у вас нет нужных микробов или их мало, и возникают эти реакции из-за ферментации в кишечнике или выше, в тонком кишечнике, это просто разрушает кишечник. Итак, это был номер три. Номер четыре. Это очень малоизвестная, но очень распространённая причина. И знаю об этом из своей практики, ведь приходят люди с сильными болями в правом плече, и с фибромиалгией в основном справа, вот здесь. Это очень распространено. И в ходе выяснения причины, лежащей в основе этого, оказывается, что желчные протоки обычно закупорены желчным осадком, или весь желчный пузырь просто вялый по тем или иным причинам. Из-за этого создаётся давление, которое передаётся по трубочкам в печень, и боль отражается во всю эту область, порой вот сюда, сзади, в ромбовидную мышцу или в эту мышцу. И вот вы получаете терапию. Проходите лечение, принимаете препараты, но если не понять, что дело в желчном пузыре, и не исправить это, проблема не уйдёт. Средство от этого — тутка. Я говорил о ней в связи с аутоиммунными болезнями. Это простое средство. Оно разжижает желчь, желчь начинает течь, и вы тут же испытываете облегчение. И да, вам нужно изменить питание. У меня есть видео об этом. Но суть в том, что тутка — это прямо как волшебное средство от проблем с желчным пузырём. У меня была эта проблема. Это вызывает вздутие, сильнейшее воспаление. И я не знаю лучшего средства от этого, чем тутка. Номер пять. Очень распространённое явление. Сильное вздутие живота при пищеварении. Потому что вы часто едите в ресторанах, а в ресторанных блюдах много омега-6 жирных кислот. Или вы просто едите обычную еду, в которой много соевого, кукурузного масла, которую жарили в ненасыщенных жирных кислотах. Это тоже разрушает кишечник. Есть отличный анализ, его можно сделать дома. Внизу есть ссылка на него. Он позволяет измерить соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. Вы поразитесь, когда узнаете, как много людей употребляют слишком много омега-6. Избегайте некоторых салатных заправок и просто не ешьте в ресторанах какое-то время, и вам станет намного лучше. В таких продуктах, как куриное мясо, очень много омега-6 жирных кислот. Уж лучше есть говядину полностью травяного от корма, потому что в ней меньше омега-6 жирных кислот. Номер шесть. Вы только что принимали антибиотики или принимали их много в прошлом. Это создаёт дисбаланс в кишечнике и даже воспаление, что чревато рубцами в кишечнике, а это ухудшает всасывание. Если это ваш случай, то никакие витамины и нутриенты, которые вы принимаете, просто не работают, потому что слизистая оболочка толстой кишки покрыта рубцами. То же самое происходит, если ещё и есть много злаков, как это делал я, что просто разрушает толстую кишку, и при этом у вас нарушена микрофлора. Вам могут помочь ферментированные продукты или пробиотики. Однако, если вам становится хуже, то вам нужно какое-то время избегать этих пребиотиков. А если у вас СИБР, то есть бактерии присутствуют в тонком кишечнике, и вы поймёте это, поскольку вам становится хуже после пробиотиков, клетчатки или ферментированных продуктов. Если от них вздутие усиливается, значит, что нужно посидеть на карнивор-диете. С этим разобраться бывает немного сложновато. Но если это ваша проблема, у меня есть видео и об этом. Номер семь. Скажем, у вас болит поясница. Это первое место, в котором проявляется низкий уровень витамина D. Как узнать, что тут есть связь? Можно сделать рентген, сдать кровь на анализ. Да, можно. Но вот очень простой способ. Примите 20000 ме витамина D3 и подождите несколько часов. Если причина проблемы в этом, боль в пояснице пройдёт. Так вы поймёте, что вам нужно больше витамина D3. Больше солнца. Номер восемь. Пищевая аллергия. Конечно, глютен в этом плане на первом месте. Но многие люди едят то, на что у них аллергия. Молочные продукты, орехи, яйца. Есть типичные аллергии, есть редкие. Пищевые аллергии, и не только их, можно диагностировать, чередуя продукты. Исключайте те или иные продукты и смотрите, стало ли лучше. Уменьшились ли вздутие и реакция кожи, так вы определите, на что у вас аллергия. А аллергическая проба покажет, на что у вас в самом деле аллергия. Один из способов справиться с аллергией, как с сезонной, так и с экологической, это периодическое длительное голодание. Оно приведёт в порядок иммунную систему. Об этом у меня тоже есть видео. Итак, далее. Инфекция. Это номер девять. Допустим, у вас есть глубокая инфекция от заражённого зуба. А вы даже не догадываетесь, что это связано. Если с вами много работал дантист, а потом возникли проблемы, дело может быть в этом. Очень часто после лечения зубов, в том числе после обработки корневого канала зуба, возникает общая инфекция, способная повлиять на суставы, например, вызвать артрит. Также возможна латентная инфекция, например, вирус Эпштейн-Абар. Латентная инфекция — это когда вирус впадает в спячку и ждёт. Пока вы состаритесь и будете измотаны стрессом, тогда он и нападает. Обычно это проявляется как вялость, синдром хронического утомления, фибромиалгия и не обязательно как выраженная инфекция. Но ключевой фактор в случае с инфекцией — это стресс. Если возникает много проблем после стресса, и обычно это сильный стресс, то нужно любым способом стресс убрать, потому что никакое масло орегано, которое я рекомендую от инфекции, вам не поможет. Ведь стресс активирует кортизол, а кортизол парализует иммунную систему. При стрессе иммунитета нет. Это также создаёт почву для аутоиммунных болезней. Но в общем случае, при инфекции я рекомендую природный антибиотик, который борется также с вирусами. Например, масло орегано — отличное средство от грибков, дрожжей, кандиды, вирусов и бактерий. Можно принимать и другие средства, такие как чеснок, тимьян, шалфей. Их довольно много. Что насчёт ковида? Скажем, постковидных синдромов. У вас был ковид, а теперь у вас какое-то хроническое воспаление. Это применимо и при ковиде, но в этих случаях я очень рекомендую ещё и другие средства. У меня есть видео об этом, ссылка на него внизу. Один очень важный нутриент, который нужно принимать в случае этой проблемы после ковида, — это витамин В1. Он нужен в больших дозах в течение какого-то времени. Я подробно объясняю это в видео, на которое есть ссылка внизу. Если у вас усталость надпочечников, это номер 10, потому что в вашей жизни много стресса, то у вас может быть кортизолорезистентность. Кортизол просто реагирует на стресс и адаптирует тело к стрессу. Но при длительном избытке кортизола кортизол становится как бы неактивным. Отличный пример этого — синдром Кушинга. Кортизол повышен, но есть все симптомы низкого кортизола, а именно воспаление, аллергии, проблемы с кожей. Итак, в случае проблем с надпочечниками и воспалением отлично помогают адаптогены, ашваганда и, конечно, очень важен витамин D3. Подагра — еще одно состояние воспаления. Это высокий уровень мочевой кислоты. Но на самом деле в этом случае тело вырабатывает много мочевой кислоты. Но по какой-то причине почки не могут вывести эту мочевую кислоту, и она накапливается. Лучшее средство от этого — повысить свой PH, сделать среду более щелочной. Благодаря этому, похоже, приступы подагры уменьшаются или становятся менее острыми. Для этой цели нужно использовать пищевую соду, чередуя ее с яблочным уксусом. Ведь если долго принимать много пищевой соды, возникнет противоположная проблема. Так что PH нужно то повышать, то понижать. Внизу есть ссылка на видео об этом. Я уже сказал об аллергиях, но это в основном экологические аллергии. Средство тоже — периодическое длительное голодание. Далее. Инсулинорезистентность. Это первопричина многих воспалений. От этого возникает жир на животе, что усиливает воспаление. Печень становится жирной, что усиливает воспаление. Если вы новичок на моем канале, вам нужна правильная схема питания. Итак, я сообщил вам много информации. А теперь хочу, чтобы вы написали в комментариях вот что. Мне очень интересно, какой из этих пунктов кажется вам вашим случаем в большей мере, чем все остальные. А общее средство от многих из этих проблем — это витамин D. Если вы не видели вот это видео о витамине D, вот оно, посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА